Пхеньян Переговоры о размещении на территории Республики Кореи новых продвинутых систем противоракетной обороны дальнего перехвата начнут Южная Корея и США, сообщила Южная Корея. Как заявляли американские военные, такая система необходима для обеспечения безопасности Южной Кореи в условиях развития ракетной программы Пхеньяна. Если системы ПРО будут размещены на корейском полуострове, то они будут работать только против Северной Кореи, заявил журналистом представитель министерства. По его словам, Сеул заранее сообщил о переговорах России и Китаю, выступающих против размещения американских ПРО. Турецкий вице-премьер Нурман Куртулмуш заявил журналистам, что несмотря на то, что Турция практически достигла предела по приему сирийских беженцев, она будет продолжать впускать их на свою территорию. Турция дошла до предела возможностей по приему беженцев. Но в конечном итоге этим людям больше нечего делать. Они или будут погибать под бомбами, и Турция будет, как и весь мир, спокойно наблюдать за убийствами. Или же мы откроем границу, сказал он. Поток беженцев из Сирии в Турцию вырос в последние дни в связи с обострившимися боевыми действиями на сирийском севере, в частности в районе города Алеппо. По данным турецких властей, к настоящему времени на сирийско-турецкой границе скопилось до 35 тысяч сирийских граждан. По данным тайванских властей, 132 человека до сих пор находятся под развалинами 17-этажного жилого комплекса «Золотой дракон» в городе Тайнань на юге острова, обрушившегося в результате землетрясения ранним утром в субботу, сообщила накануне британская телерадиоотвещательная корпорация BBC. Всего в доме было 96 квартир, в которых проживали 256 человек в результате подземного толчка. Здание разломилось пополам, его верхняя часть рухнула на землю. Спасатели уверены в возможности извлечения из-под обломков 29 человек, остальные погремены глубоко. Для доступа к ним потребуется тяжелая строительная техника. Накануне число жертв землетрясения составило 18 человек, включая одного ребенка. Около 500 человек получили травмы, 92 из них госпитализированы, около 350 пострадавших были извлечены живыми из-под обломков. Землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло в южной части острова в ночь с 5 на 6 февраля. Наиболее сильно пострадал город Тайнань. 8 февраля по лунному календарю начинается год обезьяны. С салютами, петардами и гуляниями в праздник весны Чуньцзе встречают жители Китая. По восточным верованиям год обезьяны благоприятен для вступления в брак и рождения детей. Передает ТАСС согласно традиционному календарю. Элементом года будет огонь, а сама обезьяна будет красного цвета. Годом красной обезьяны был 1956 год. Следующий такой год наступит через 60 лет. В Тимиртау вечером минувшую субботу 7-летний ребенок, поскользнувшись, упал в водосбросный канал АО «Арслор Митал Тимиртау» и был унесен течением, сообщили агентству «Интерфакс Казахстан» в пресс-службе департамента ЧС по Карагандинской области. Ребенок находился там с отцом, который приехал на канал для того, чтобы помыть машину. В течение пяти часов спасатели управления по чести Миртау искали ребенка. Наш экипаж скорой помощи был все это время на месте для оказания пострадавшему экстренной помощи. Но, к сожалению, тело мальчика обнаружили в двух километрах от водоочистительной насосной станции номер 3. Причина смерти – асфиксия в результате утопления, сообщили агентству в службе скорой помощи. Сделано в Казахстане, в минувшую субботу под таким названием в Актубе прошла ярмарка. На ней покупателям были представлены более ста видов продуктов питания, в том числе макаронные изделия, разновидности масла, мясная продукция, овощи и многое другое. Весь ассортимент, как и следует из названия ярмарки, представили отечественные производители. Примечательно, что в первой половине субботнего дня ярмарку посетили более тысячи актюбинцев. Как отметили организаторы, представители палаты предпринимателей области, это поддержка местных товаропроизводителей и создание для них условий. Республиканский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти ветерана спорта Кожигали Абитова, состоялся в эти выходные в Актубе. Он проходил на базе Каргалинской ДЮС США и собрал более ста участников. За званием «Лучшие» в наш город приехали не только юные спортсмены из районов, но и соседних областей Казахстана – Западно-Казахстанской, Мангустаусской, Казалардинской, Атыраусской, Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской и Южно-Казахстанской. Россия была представлена борцами из Оренбурга. Всего на чемпионат прибыли 12 команд, в которые вошли дети 11-12 лет. Они соревновались в 12 весовых категориях. Соревнования прошли также в честь 25-летия независимости Казахстана. По их итогам, выполнившим нормативы, были присуждены спортивные разряды и сформированы сборные для участия в официальных республиканских состязаниях. Это все новости к данному часу. За развитием событий следите на нашем сайте. www.rikotv.kz Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин